Зенитный ракетный комплекс С-400 свое громкое название «Триумф» получил совсем не случайно. Достаточно заглянуть в технические характеристики. Там так и сказано. Он предназначен для уничтожения любых современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Другими словами, это значит, он способен уничтожить даже то, чего еще нет на вооружении у вероятного противника. Эти комплексы здесь уже почти два года пришли на смену С-300. Командир батареи Иван Михайлов теперь может сравнить. Разница даже на уровне ощущений просто огромная. Ну, как с отечественной машиной на иномарку. То есть примерно такие же ощущения. С-400 гораздо надежнее, гораздо проще в эксплуатации, ну и более мобильный. Ну и, соответственно, по техническим характеристикам он более совершенен. Почти такие же чувства у тех, кто управляет новейшим гусеничным бронетранспортером «Ракушка». Эта машина проходит войсковые испытания в воздушно-десантной дивизии в Туле. Такую проверку на прочность не устроит ни на одном заводском полигоне. И здесь, говорят, техника ни разу не подвела. Я думаю, эта машина, та машина, которую мы давно ждали. То есть при создании этой машины представители завода учили все наши пожелания, которые стояли и задачи, которые мы решаем. И в этой машине воплотили, скажем, все наши мечты. На вооружении и БМД-4 – последнее поколение боевых машин десанта. Их производят здесь, на заводе в Кургане, как и БТР «Ракушка». Техника, которую можно было увидеть на параде 9 мая, вышла из цехов совсем недавно. Впрочем, Красная площадь – это только промежуточный пункт маршрута. Нами изготовлены две партии техники. БМД-4М партия 12 машин и БТР МДМ предназначены для выступления на параде победы, посвященному 70-летию победы Великой Отечественной войны. С парада эта техника сразу уходит в войска. Большинство образцов военной техники, которая прошла по Красной площади 9 мая, уже стоит на вооружении. Заводы загружены заказами на несколько лет вперед. Этот темп, по словам президента, должен сохраняться. Совещание с руководством Министерства обороны и предприятий военно-промышленного комплекса Владимир Путин проводил всю неделю. Одна из основных тем – выполнение гособоронзаказа. 17 апреля при проведении мероприятия единого дня приемки военной продукции мы вновь убедились, что эта работа принимает более ритмичный характер. Без авралов, со сдачей техники в конце года. За 4 месяца текущего года поставлено уже более трети из запланированных самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и зенитно-ракетных комплексов. Активно обновляются бронетанковое вооружение и артиллерийские системы. Войска поступают в современные ракетные комплексы стратегического назначения, надводные корабли и подводные лодки. Завод в Петербурге уже передал флоту две подводные лодки. Еще одна проходит испытание. Всего в серии 6 кораблей проекта «Варшавянка». Недаром лодки данного проекта во всем мире называют «Черная дыра». Основная их характеристика – это малошумность. То есть это скрытно подойти к противнику, нанести точные удары. И после этого уйти домой. Скрытность – одно из преимуществ минного тральщика Александр Обухов. Это единственный в мире корабль такого класса, корпус которого полностью состоит из композитных материалов. Технологию отливки корпуса целиком освоили только в России. Таких ноу-хау в отечественной оборонке немало, но должно быть, по словам президента, еще больше. А вот зависимость от поставок из-за рубежа, наоборот, нужно сводить на нет. Важная задача – это планомерная реализация программы импортозамещения. В том числе и с украинских предприятий, из некоторых стран НАТО, из стран Евросоюза. Во всяком случае, с теми, кто по каким-то соображениям, по-головному, сам политического характера, по своей инициативе сворачивается нами работа в этой отрасли, себе вовред, кстати говоря. Ну, так мы повысим уровень своих собственных предприятий, повысим уровень их независимости от поставщиков. В конечном итоге, в той области, о которой мы говорим, эта задача импортозамещения правильная. Даже и хорошо, что мы своевременно ее перед собой поставили и начали осуществлять. Вертолет Ка-52 «Аллигатор» как раз таким и задумывался. Ни один из конкурентов не может похвастаться даже близкими характеристиками. Эта уникальная машина сделана в России полностью на последней гайке. Ка-52 – это уникальный вертолет, превосходящий по своим характеристикам любой вертолет такого класса, как в России, так и за рубежом. И интересно то, что абсолютно полное отечественное производство всех деталей. Никаких импортных и так далее. Это закладывалось изначально как цель, и она достигнута. Импортозамещение в оборонной промышленности, впрочем, только одна из многих задач. Среди них и обновление техники, и запуск в серийное производство последних разработок, таких как танк Т-14 «Армата», единственный в мире танк третьего поколения. Экипаж впервые управляет машиной не из башни, а находится внутри. Уникальная и сама платформа. На базе «Арматы» можно выпускать и самоходные артиллерийские установки, и тяжелые БМП. А легкое гусеничное шасси «Курганец» тоже может стать базой для самых разных бронемашин. Такой модульный принцип позволяет серьезно удешевить производство и ремонт техники. Тактика технических характеристик и этой техники, новой, заметно превосходит зарубежные аналогии. В целом она заслуживает довольно высоких оценок военных специалистов. Нужно в кратчайшие сроки завершить все испытания и переходить к серийному выпуску. Вместе с тем нужно, конечно, использовать и все возможности имеющиеся на вооружении техники. Конвейер «Уралвагонзавода» сейчас загружен производством танков Т-72. Разработка 70-х годов, но секрет кроется в маркировке 3Б. Это глубокая модернизация, и, как говорят на заводе, по характеристикам машина приближается к Т-90, только гораздо дешевле. И таких примеров немало. Взять хотя бы БМП-3. Их производят уже больше 30 лет, и до сих пор в мире нет боевых машин пехоты с такими возможностями. А новые системы вооружения позволяют оказаться еще на шаг впереди. У нее на вооружении крупнокалиберная пушка 100-мм, зенитная пушка 30-мм скорострельная и три пулемета ПКТ. Также гидромеханическая трансмиссия, то есть механик-водитель, уже управляет в полуавтоматическом режиме. Модернизацию проходят и самолеты. Боевые и навигационные системы обновляются постоянно. Если внешне это тот же самый МИК или СУШКА, то внутри, говорят летчики, совсем другая машина. Впрочем, как вся современная техника будет летать, ездить и стрелять, конечно, в первую очередь зависит от тех, кто ее управляет. Тяжелый и опасный труд военных государство должно оценить по достоинству. В 2015 году расходы на содержание вооруженных сил были оптимизированы. За счет этого найдены дополнительные ресурсы для материального стимулирования личного состава. В соответствии с финансовыми возможностями государства будем, разумеется, и дальше делать все необходимое, чтобы защитники Родины получали за свою службу достойное вознаграждение. На субботнем совещании говорили и о жилье для военных, и о социальных выплатах. Надежный тыл, как известно, залог успеха в бою. Проверить это утверждение на практике предстоит уже совсем скоро. Ближайшие крупномасштабные учения пройдут летом, а всего до конца года их будет почти два десятка. Кирилл Брайнин, Надежда Каширская, Ольга Паутова, Алексей Карипанов, Дмитрий Бедрев, Максим Глушков и Андрей Маслихов. Воскресное время. Первый канал.